Доброе утро, дорогие телезрители! Новый день на канале НВК Саха приветствует вас! Студия Катерина Винокурова и Дмитрий Никифоров. Начало новой недели, пора входить в обычный привычный график после долгих-долгих выходных. Сегодня у нас 13 мая на календаре. И этот день отмечен тем, что сегодня свой профессиональный праздник, отмечают люди, которые задействованы в следующих службах. Первый праздник – это день Черноморского флота ВМФ России, а второй – день работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, или, как его еще называют, день конвоера. Мы поздравляем всех, кого касаются сегодняшние даты. Ну а звезды нам сегодня говорят, что сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений с семьей и заняться благоустройством жилища. Это семейный день, хорошо быть вместе с семьей и близкими. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство своего нового дома. Здорово. Ну а теперь давайте знакомиться со свежим прогнозом погоды. В центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила минус 4, минус 1 градус, днем ожидается плюс 16, плюс 19 градусов. В Заречьях и районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 1 до плюс 10, днем ожидается плюс 12, плюс 18 градусов. В 6 часов утра в южных районах температура воздуха составила минус 7,3 градуса, днем ожидается плюс 13, плюс 15. В Нижнеленских районах температура воздуха в 6 часов утра составила минус 4,3 градуса, днем ожидается плюс 10, плюс 17. В Клымын-Индигирских районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 11, днем ожидается минус 5, плюс 8. В Янских районах в 6 часов утра минус 5, минус 8, днем ожидается от 0 до плюс 3 градусов. В северо-западных районах температура воздуха в 6 часов утра составила минус 6, минус 11, днем ожидается минус 8, плюс 3 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4 градуса, атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба, ветер 3,8 метров в секунду, получается плюс 16, плюс 18 градусов. Отличная погода, на мой взгляд, столько подснежников расцвело. В эти выходные, я думаю, вся республика выезжала посмотреть на эти замечательные цветы и фотографироваться, дабы было что выложить в инстаграм и социальные сети другие. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 13 мая на календаре. С 15 апреля по 5 мая в Якутске был проведен республиканский дистанционный смотр конкурс песней и строя «Дорогами Победы», посвященный Дню Победы среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений республики. Патрат, на менясь! Мирно! Раз, два, три! Главная его цель – воспитание патриотизма и любви к родине у дошкольников, формирование физически и духовно здорового подрастающего поколения, воспитание уважения к защитникам родине. В смотре участвовало более 35 команд из разных улусов и более 400 детей. Получили сертификаты и благодарственные письма. В командном первенстве первое место удостоен детский сад «Кескилл» города Нерба. Его воспитанник Аскольд Потапов стал лучшим командиром. Также организаторами назначена дополнительная номинация «Народный выбор», где до 16 мая можно проголосовать за любого понравившегося участника. Итоги будут подведены 17 мая. «Командиры, веренись, солдаты, путь! Путь! Путь!» Мы продолжаем. Уже сформирована сборная Якутии на финал WorldSkills, который пройдет в Казани. Знакомимся с участниками нашей сборной в следующем сюжете. Седьмой национальный финал WorldSkills станет генеральной репетицией мирового чемпионата, который пройдет там же в Казани в августе этого года. А пока по итогам отборочных этапов уже сформирована сборная Якутии. В их число уверенно прошла Кристина Пак, будущий повар-кондитер. В Сурботе участвовало 45 человек вроде бы. Из 45 должно было пройти всего лишь 11 человек. Там были рейтинги, не места, а рейтинги. И поэтому рейтинга была четвертой. И теперь тебе выпал шанс пристать уже не с колледжа, а с саму Якутию. Надо показать, на что я способна. Хочется выпуститься просто не так, чтобы просто выпуститься и все забыли. А надо выпуститься так, чтобы помнили, говорили, что надо стремиться к успеху. Подготовка к чемпионату в жестком режиме. Ежедневно с 8 утра и бывает и до полуночи. Кондитером я решила стать уже давно. Я прям знала, кем хочу стать. В 6-м, в 5-м классе я уже точно знала, кем хочу стать. Я прям сказала рейтингу, что я хочу стать кондитером. Они, конечно, были в шоке, но все равно я пошла по своему пути. Сейчас я вам покажу цветок из карамели. Этот цветок можно куда угодно приклеить, на любую композицию. В этом году у нас тема называется «Русские народные сказки». Цветок может быть любого цвета. Сама карамель – желтая, оранжевая, красная, синяя. Любого цвета, какого хотите. Карамельные шоколадные скульптуры, сделанные во время подготовки под строжайшим секретом. Мы глянули, ахнули. Ничем не уступает знаменитым Акзамовским. Сейчас мы надуем шар. При работе с карамелью надо быть очень аккуратным, потому что она очень горячая. В ней почти 180 градусов. Поэтому надо аккуратно быть, чтобы не получить ожог. Я бы хотела сделать такую бандитерскую, чтобы можно было заказывать скульптуры с карамелью, шоколада на свадебные мероприятия по юбилейной. Хочется таким заниматься делом, уже таким современным более заниматься карамелью, шоколадом, создавать большие метровые, двухметровые, трехметровые скульптуры. Уже 18 мая Кристина со своим мастером в составе сборной вылетают в Казань на национальный финал WorldSkills «Молодые профессионалы». Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Более 700 якутян написали диктант победы. Каждый желающий мог пройти тестирование на знания событий Великой Отечественной войны. Подробности в следующем сюжете. На днях республика присоединилась к всероссийскому историческому диктанту. В Якутии диктант написали в 11 районах республики. Результаты будут оглашены 12 июня. Проверить свои знания пришли не только школьники, но и представители органов власти, студенты, ветераны. Диктант победы состоял из 20 заданий, в 13 из которых участники должны были выбрать один правильный ответ из четырех вариантов, а на остальные семь отдать краткий письменный ответ. На выполнение было дано 45 минут. Вопросы затрагивали историю Великой Отечественной войны. Данная акция проводится впервые в рамках партийного проекта «Историческая память». В нашей республике написали диктант в 11 местах, а в городе Якутске в четырех. Исторический диктант преследует очень большую цель. Цель сохранить историю, подвиг, совершенный нашими близкими родственниками. И благодаря участникам диктанта, который изучает и помнит историю о Великой Победе, цель акции будет достигнута. Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, призван повысить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны. Как отметили организаторы, акция должна стать такой же народной, как и «Бессмертный полк». Наталья Кольсова, Андрея Секритов. Новый день. Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем. На наш номер пришло поздравление. Дорогого друга Юрия Шадрина поздравляю, друзья, с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, всего самого хорошего. Исполнение желаний, чтобы все то, что ты задумал, у тебя исполнялось и получалось. Мы тебя очень сильно любим, твои друзья. Город Якутск и город Алёкуминск. Присоединяемся. Замечательное поздравление, по-моему. Приближается пора отпусков, и, наверное, уже многие к нему интенсивно готовятся. И о том, как оформить загранпаспорт, сегодня нам расскажут специалисты Центра «Мои документы». Рады представить вам Анастасию Лазареву, специалиста первой категории отдела качества электронных услуг. И Ольгу Мильвитт, начальника отдела качества электронных услуг «Мои документы». Доброе утро, уважаемые гости. Расскажите нам, пожалуйста, в чем разница загранпаспорта старого от нового образца? Самая главная разница для граждан – это то, что загранпаспорт нового образца оформляется на 10 лет. А загранпаспорт старого образца оформляется на 5 лет. Более того, загранпаспорт нового образца он содержит микрочип с биометрическими данными гражданина и большее количество страниц. То есть это как-то время прохождения таможни уменьшается? Да, это влияет на время прохождения. А маленьким детям можно на 10 лет делать паспорта? Да, ведь через 10 лет они же совсем изменятся, ну вот младенец и 10-летний ребенок. Вообще, конечно, можно. И это на самом деле очень актуальный вопрос. Почему? Потому что действительно бывают случаи, когда ребенок в год и в 9 лет – это абсолютно разные личности внешне. Тем не менее, здесь полностью на выбор родителей, потому что, во-первых, да, разница во внешности, но есть и другие небольшие нюансы. Это как некоторые страны, например, при выезде в некоторые страны рекомендовано наличие загранпаспорта нового поколения. Потом, если семья часто путешествует, как только что озвучили, да, загранпаспорт нового поколения, он содержит большее количество листов, что, ну, отметает, скажем так, большее количество переоформлений паспорта. Я, кстати, по-моему, от знакомых слышала, что вот в детстве, совсем в маленьком возрасте, ребенку сделали загранпаспорт, и он так с ним и ходил до 18 лет. До 18 лет? Ну, разница, конечно, очень такая. А паспорт можно подать в любом офисе МФЦ? Какие особенности? Заявление на паспорт старого поколения можно подать абсолютно в любом офисе Центра Мэй Документы. Что касается паспорта нового поколения, здесь на сегодняшний момент есть два офиса, куда можно подать. В городе Якутске это офис по улице Амосова, 18, головной офис, да, и также паспорт, заявление на паспорт нового поколения можно подать в городе Нейрингри. Здесь хотелось бы отметить один нюанс. Самый частый вопрос, самая частая проблема, которая возникает при оформлении загранпаспортов обоих видов, да, это стаж работы за последние 10 лет, информация о том, где вы работали, где вы учились. Долго люди вспоминают, ну, действительно, да, даже я, наверное, сходу сразу так и не скажу, где я работала 7 лет назад. Но, тем не менее, при подаче заявления в бумажном виде в Центре Мэй Документы вам обязательно необходимо будет вспомнить, где вы работали, где вы учились последние 10 лет для того, чтобы эту информацию правильно и в правильном порядке представить нашему сотруднику. Ну, а также заявление на оформление загранпаспортов, что нового и старого образца можно подать на госуслугах, правильно? Да, да, да. Да, если гранпаспорт можно оформить через портал госуслуг, и при этом есть одна существенная выгода для заявителей, это, конечно же, скидка в размере 30% на оплату госпошлины. Что касается и нового паспорта, что касается и старого паспорта. Если, к примеру, взять семью из 4-х человек, 2-е взрослых, 2-е детей, то для оформления паспорта нового поколения им потребуется оплатить госпошлину в размере 15 тысяч рублей на семью. Если они подадут электронно, то они заплатят 10 тысяч 500 рублей. То есть экономия составит 4 тысячи 500. Она очень существенная. Действительно, да. А какие нюансы? Ну, вот многие как-то, ну, не доверяют, наверное, еще не доверяют порталу госуслуг, электронно, все-таки, да, сами. Лучше прийти к человеку, который все объяснит, да, все расскажет. Даже не пожилые, даже молодые приходят, же много народу приходит в МФЦ оформить загранпаспорт. Какой нюанс вот содержится вот в госуслугах? Что там такого сложного? Ну, прежде всего, человек должен быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. И он должен подтвердить свою учетную запись. В этом случае ему будут доступны все услуги, которые можно оформить электронно. То есть это не только загранпаспорт, но и многие другие услуги. Начиная с оформления пособий, заканчивая оформлением выписки из ЕГРН. Поэтому это очень важная особенность. Если человек зарегистрируется, подтвердит учетную запись, и ему открывается мир электронных услуг. Так, а какие особенности при оформлении заявления на загранпаспорт через портал госуслуг? Необходимо просто на граммной странице выбрать соответствующую услугу и оформить электронное заявление. Здесь есть такой нюанс, приложите фотографию. Здесь, если человек оформляет через мобильный телефон, он может просто загрузить фотографию, которая у него есть в галерее. Главное, чтобы она... Любую. Любую. Главное, чтобы она более-менее соответствовала требованиям. То есть была сделана на светлом фоне и строго вот прямо в инфаст. То есть не обязательно для этого идти в фотоателье, делать специальные карточки и так далее. И когда уже человек идет на сдачу документов, если это старый загранпаспорт, он просто сдает уже готовые документы с фотоателье, либо его фотографирует на новый паспорт. Здесь многие путаются. Также нюансы по оформлению данных в трудовом стаже. Здесь система уже будет сама подсказывать, сколько лет осталось оформить человеку. То есть здесь гораздо-таки упрощается этот процесс. Опять-таки нужно вспомнить и заполнить все без временных промежутков. Если обращаться в банк, имеется ли там скидка? Да? Интересно. При оформлении загранпаспорта оплачивается госпошлина. При оплате через банк оплата будет происходить в стопроцентном размере. Поэтому если человек даже оформляет заявление на портале госуслуг, он лучше необходимо оплатить через портал онлайн. А в этом случае только будет действовать скидка в размере 30%. Но если человек, например, подал через госуслуги, ему пришло сообщение, что вам нужно подойти тогда-то во столько-то, и он не смог обстоятельствовать. С назначенное время просто не подошел. Да, пропустил. Что? Это страшно? Да, это часто. Бывает такая ситуация, в этом нет ничего страшного. Ему просто необходимо подойти по графику работы кабинета в любой другой день и пройти по живой очереди. Но если человек не сможет подойти в течение шести месяцев, то в этом случае заявление уже будет аннулировано. И, соответственно, уже нужно подавать новое заявление. Хорошо. Ну, спасибо большое, уважаемые гости. Наша передача смотрит вся республика. Где еще офисы находятся, помимо Якутска? Офисы находятся во всех районах республики. Загранпаспорт старого образца, повторюсь, оформить можно в любом офисе центра моей документы. А по новому образцу это город Якутск, офис головной по адресу МОСА-18 и город Нидмили. Это начало, мы развиваемся, мы идем дальше. И в ближайшее время данный список планируется расширять. Спасибо большое, Ольга, Анастасия, что пришли к нам этим утром. Спасибо вам за полезную информацию. Я думаю, все телезрители возьмут на заметку. Удачного дня, хорошей работы. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья. Усинерский ансамбль танца «Золотинка» уже не один десяток лет гордо носит название «Народный». Сегодня в его составе более сотни участников в возрасте от пяти до шести лет. Да, пока ноги пляшут. Вот так. Половина поселка в свое время танцевала в «Золотинке». А концерт ансамбля всегда аншлаг. В Амиконской луце есть очень много коллективов, которые в последние годы часто выезжают, побеждают в республиканских, всероссийских и даже международных конкурсах. Это такие, как танцевальный коллектив «Хейм», это фольклорный коллектив «Айлг», и это наш народный ансамбль «Танца «Золотинка». Народный ансамбль «Танца «Золотинка»» действительно ансамбль, отразивший своим творчеством историю района. Первые шаги ансамбля – это первый год работы построенного Дома культуры «Металлург». Жизнь и развитие родного района и его многонациональность всегда находила отражение в танцах ансамбля. Теперь уже и не вспомнить название ансамбля «Золотинка» по названию первой танцевальной сюиты о горняках или наоборот, но с этим именем ансамбль известен теперь не только в республике. Детишки растут, меняются, состав меняется, а номера все лучше, лучше, краше, краше. Спасибо родителям за поддержки всех таких мероприятий, и детей так приучают. Мы с удовольствием ходим, огромное удовольствие мы получили от этого концерта. Только тот, кто занимается танцами, знает, каким нелегким, каждодневным трудом достигается эта легкость и изящество танца на сцене. А если многие зрители, сидящие в зале, сами в свое время танцевали в ансамбле, тут уж никак нельзя расслабиться. «Золотинку» знаем с 68-го, наверное, года. Я сама участвовала когда-то в «Золотинке», когда была Нина Гавриловна Циберлова. Нравится, следим. Выступал и состав взрослый, и молодой, и детский, и всякий раз. Для многих нынешних солистов ансамбль стал частью жизни, для кого-то профессией и судьбой. Точно одно – ансамбль выпускает в жизни хороших людей, неравнодушных и ответственных, влюбленных в танец, музыку и свой край. Я здесь пришел сюда, с детского садика, я здесь вырос. Не знаю, вот это все сцены, вот эти все коридоры, то есть для меня это все родное. Последний год, 11 класс. Естественно, мне вот этого всего будет не хватать. Удачи тебе, «Золотинка», интересных проектов, хороших солистов и полных аншлагов. Также не забывайте про наш инстаграм «Утро НВК Саха», где выкладываются анонсы и всякая разнообразная информация, включая конкурсы. Да, так что отмечайте нас, если какие-то интересные новости, интересные люди окружают вас, смело отмечайте нас в инстаграме, и мы обязательно выйдем на обратную связь. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим знакомить вас с полезной утренней информацией. А поговорим об отдыхе и оздоровлении детей этим летом. В нашей студии ожидается гостья. Ну а сейчас долгожданная реклама. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Новый день» на канале НВК Саха. Всем приятного аппетита, кто завтракает, кто выходит на работу отличной дороги. Сегодня у нас 13 мая, на календаре понедельник. Новая рабочая неделя. Победный май для ветерана Великой Отечественной войны Ирины Прокопьевны Баженовой. Самый долгожданный месяц в году, который дарит ей двойной праздник. 9 мая – день победы над фашистской Германией, а также 10-го – день ее рождения. В эти дни Ирина Прокопьевна принимает поздравления со всех сторон участнику войны исполнилось 93 года. В праздничные дни Ирина Прокопьевна надевает свой парадный костюм с ярко-начищенными медалями. Каждый год 8 мая к ней приходят учащиеся тампонской гимназии, которые давно шествуют над ней. Здравствуйте! Здравствуйте! С наступающим! Встреча с ветераном – добрая традиция. На протяжении многих лет ни одно поколение гимназистов исполняет эту почетную миссию. Вы победили фашизм. Хотим поздравить вас и пожелать долгих лет жизни. Для них Ирина Прокопьевна Баженова является примером стойкости и мужества. Я рада, что сегодня мы увидели ветерана. Я рада, что у нас в Хандаге остались ветераны. Пускай они живут долго. Пока они рядом с нами, мы можем узнать историю войны. Мы уже не первый раз приходим к Ирине Прокопьевне, и каждый раз это очень интересно и познавательно. Нас всегда хорошо встречают. И это волнительно не только для нас, и для самой Ирины Прокопьевны. В армию Ирину Прокопьевну призвали, как только ей исполнилось 18 лет. Служила она в Амурской области, в войсках НКВД. Охраняла мосты и железные дороги, через которые шли шалоны солдатами, боевой техникой. Это такой день, и другой раз вот смотришь телевизор, и даже плачешь, когда про войну показывают. Пережили же много. Очень жду, очень жду. Думаю, ну, доживу до 9 мая, значит, еще год проживу. Мне уже 93 года. Несмотря на возраст, Ирина Прокопьевна не привыкла сидеть сложа руки, выращивает рассаду для парника, сама закупает продукты, посещает поликлинику. А пока цветы, стихи, подарки и воспоминания о той самой страшной войне. Мария Винокурова, Хантыга. Специально для программы «Новый день». Какие молодцы ребята, правда ведь? Дима, расскажи, вот закончились длительные праздники. Сначала мы отдыхали 5 дней, да? А потом мы отдыхали 4 дня. Вот ты хорошо отдохнул? Отлично. Я вообще отлично отдохнул, тем более 2 дня из всех я работал. А как ты думаешь, какой бы ты совет, какие рекомендации дал бы нашим телезрителям, чтобы хорошо включиться в работу? Вот мы с тобой сегодня проснулись часов в 5, наверное, да? Тяжело было тебе просыпаться? Нет, не отлично. А в чем секрет? А вот секрет в чем. Отличного пробуждения. Я вложился очень рано. На самом деле, да, большой секрет состоит в том, что нужно наладить свой график просто-напросто. Не какой-то там медь график, что большие выходные прошли, я спал весь день, а потом не в понедельник проснулся. Ну, я знаю, что ты выходные тоже очень рано просыпаешься. Да, я просыпаюсь очень рано ежедневно, часов в 5, в полшестого, и бегаю. Отлично. Вот зарядка, кстати, это самый лучший вариант. Какой молодец ты, в отличие от меня, потому что я все эти праздники проспала. И ела шашлыки, я видел. Без стыда и совести. И смотрела на подснежники, как и многие кусяни в эти дни. Это девочки должны делать на выходных. Благо, погода позволяет все это делать. Давайте ознакомимся с ней прямо сейчас. Итак, сегодня в Центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 4, минус 1 градус. Днем ожидается плюс 16, плюс 19. В Заречье плюс 10, минус 1. Днем плюс 12, плюс 18. В Южных утром от нуля до минус 1. Днем плюс 13, плюс 14. В Вилюйских утром минус 7, 3 градуса. Днем плюс 13, плюс 15. В Нижнеленских утром минус 4, плюс 3. Днем плюс 3, плюс 8. В Западных от минус 3 до плюс 1. Днем плюс 10, плюс 17. В Колымензигирских улусах минус 4, минус 11 утром. Днем ожидается от минус 5 до плюс 8 градусов. В Янских улусах утром минус 5, минус 8, днем 0, плюс 3. В Северо-Западных улусах минус 6, минус 11 утром. Днем ожидается от минус 8 до плюс 3 местами. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 4 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер 3,8 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 16, плюс 18 градусов тепла. Погода все больше и больше радует, да? Отлично. Погода все шепчет. Да. Ну, дорогие друзья, наша передача продолжается. Скоро ведь летние каникулы, большие летние каникулы, которые ожидают каждый ребенок. Для ребенка-то это радость, а вот родителю... Для родителя тоже, наверное, радость. Родители оформили загранпаспорт, улетели, ребенка оставили в лагере. А что делать? Вот в каком лагере его оставить? А самое-то главное, чтобы он и нормально, хорошо провел время и оздоровился. Вот на эту тему мы сегодня поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Ольга Анатольевна Яшина у нас в студии. Доброе утро, Ольга Анатольевна. Расскажите, сколько детских лагерей откроется по Республике в этом сезоне? На данный момент в едином реестре Республики включено 661 организация отдыха и оздоровления. Это 40 стационарных лагерей, включая круглогодичный центр отдыха и оздоровления Сосновый Бор, 71 палаточный лагерь, 54 лагеря труда и отдыха и более 500 лагерей с дневным пребыванием. Кроме того, заключен контракт на 800 путевок в санаторно-оздоровительный лагерь «Юбилейный», который расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. Ну и также нашей Республике в этом году выделено 589 путевок в международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» и «Океан». Большой выбор, да? А куда обратиться к родителям за путевками? Как их получить? Ну, прежде всего, хотела бы отметить, что вся интересующая информация у нас размещена на портале сахаотдыхдетей.рф. Также в каждом муниципальном районе городском округе нашей Республики созданы межведомственные муниципальные комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. На уровне Республики работает Республиканская межведомственная комиссия по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей, которую возглавляет Балабкина Ольга Валерьевна, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якуб. Ну и, соответственно, родители могут обратиться либо в муниципальную межведомственную комиссию, либо в управление образования по месту жительства ребенка и получить все ответы на те вопросы, которые у него возникают. Ну, по горячим следам, напомню нашим телезрителям, что они могут зайти в портал саха-отдых-детей.рф с русскими буквами и там взять всю информацию, да, по отдыху детей. Да, и в последнее время родители очень часто задают вопросы, как можно получить путевку в международный детский центр Артек. Здесь имеются два способа получения путевки. Первый способ, если по республиканской квоте ребенок получает эту путевку как поощрение за достижения в учебе, общественной деятельности, спорте, творчестве. Эти путевки распределяются международной комиссией в феврале-марте текущего года. И второй способ, когда родители могут самостоятельно, либо родители, либо ребенок, зайти в автоматизированную информационную систему путевка, зарегистрироваться, затем в личном кабинете заполнить профиль, прикрепить достижения за последние три года и отправить заявку на путевку. В этом случае родители оплачивают и путевку, и проезд. А в первом случае, если путевка дается как поощрение ребенку, путевка бесплатная, оплачен только проезд. То есть в Артеке отдыхают дети, отличившиеся, что-то достигшие за время? Да, безусловно. В Артеке, как и во всероссийских детских центрах, все смены тематические. Там идет подбор детей по направлениям. Это и научная, и исследовательская деятельность, и спорт, и творчество, и общественная деятельность, российское движение школьников. Очень богатая тематика. В принципе, можно ознакомиться как раз-таки на любом информационном портале. Ну а как, мне интересно, родителям не растеряться при выборе своего лагеря? Да, огромный выбор. Ага, как-то комиссия, может, помогает где-то. Большое спасибо за вопрос, потому что действительно родители должны быть озадачены прежде всего обеспечением безопасного и качественного отдыха своего ребенка. Поэтому я настоятельно рекомендую при выборе лагеря ориентироваться на единый реестр. Если вы отправляете, например, ребенка в оздоровительный лагерь на территорию республики нашей, вы заходите на тот портал, который мы озвучили, либо на сайт регионального координатора «Сосновый Бор», и смотрите, имеется ли в едином реестре данный лагерь. Если он там имеется, значит, соответствующие документы, разрешения, содержательная образовательная программа, все имеется. Если вы отправляете ребенка за пределы республики, точно так действовать должны родители. Они заходят, значит, на соответствующий портал или сайт, находят реестр, куда включены все лагеря, значит, данного субъекта, и смотрят, если в этом реестре лагерь имеется, значит, без опасений можно приобретать путевку и направлять ребенка в этот лагерь. Если в реестре лагеря нет, возникают вопросы. Так. А чем отличаются от компании 2019 года от остальных? Ну, будем говорить о хороших отличиях, да? Я не имею в паводковую ситуацию. Прежде всего, в этом году больше профильных, профориентационных смен. Это связано, конечно, прежде всего с реализацией федеральных проектов, таких известных, как «Белет в будущее», кадры будущего для регионов, проектория и другие. Также в рамках десятилетия детства у нас на базе Соснового Бора реализуется международная летняя школа «Я гражданин мира». Это в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». И на базе Малой Академии Наук будет работать Международная исследовательская школа. В принципе, достаточно интересная, насыщенная программа. Акцент делается на содержательный образовательный отток. Ольга Анатольевна, огромное вам спасибо за полезную информацию этим утром. Мы желаем вам отличного нового дня и хорошей трудовой недели. Спасибо. А с вами, дорогие телезрители, прощаемся до завтра. Далее слово нашим коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова